Марина Андреевна Александрова родилась 29 августа 1982 года в венгерском городке Кишкунмайша. Первые годы после рождения дочери семья провела там же, руководствуясь требованием работы отца, будущей актрисы, подполковника Андрея Витальевича Пупенина. Александрова фамилия бабушки, справедливо показавшаяся девушке более благозвучной и интересной. Когда девочке исполнилось 4, обстоятельства позволили семье вернуться в Россию. В течение года семья переехала на Урал в Тулу и наконец в 1987 году остановилась в Ленинграде. Здесь в Северной Пальмире Марина Александровна окончила школу с углубленным изучением математики и одновременно с этим знакомилась с музыкой, обучаясь игре на армию. А вот по окончанию 9 класса взгляды Марины на собственное будущее стали расходиться с видением ее родителей, видевших девочку в таких земных профессиях, как переводчица, либо туристический менеджер. Девочка же мечтала об актерской биографии. Александрова записалась в процветающую при пятом канале театральную студию и стала очень активно участвовать в разнообразных творческих вечерах. На студии Марина познакомилась с настоящей актерской жизнью, атмосферой создания образов и замечательными людьми, что и предопределило дальнейший выбор девушки. А кончив школу, начинающая актриса сообщила родителям, что едет поступать в Москву в столице. Абитуриентка пробовалась в разные учебные заведения в ГИК ГИТИС, но судьба приготовила для нее Щукинское училище обо всем закулисе, которого много рассказывал ее режиссер и наставник на студии Пятого канала. Для того, чтобы начать карьеру актрисы, Александрова не пришлось ждать окончания училища. Уже с первого года обучения девушка начала сниматься в большом кино. Дебютом стала роль в фильме Андрея Розенкова «Северное сияние», где Марина сыграла в паре с Александром Збруевым. Затем последовала «Империя под ударом» с воплощением погибшей при взрыве дочери Петра Столыпина. Настоящим триумфом девушки и ролью в одночасье принесшей актрисе известность стал образ Лизы, невесты Эреста Фондорина в экранизации одноименного романа Бориса Акунина под названием «Азазель». Лиза показывается в течение фильма сравнительно недолго, но играет ключевую роль для понимания мотивов и чувств Фондорина. Миниатюрная девушка при росте актрисы всего 158 см с трагической судьбой завоевала любовь телезрителей. Вслед за данным успехом предложения о съемках посыпались одно за другим. Александровна приняла участие в съемках нескольких сериалов под названием «Главные роли. Любовь одна. Любовь. Звезда эпохи», а также в полнометражном фильме польского производства «Когда солнце было богом». И уже в 2006 году актриса начала играть в труппе театра «Современник», где выступала вплоть до 2011 года. Среди пьес, сыгранных Мариной, присутствуют как классические русского произведения, так и постановки по зарубежным источникам. Александрова сыграла в «Трех сестрах», «Беса», «Горе от ума», «Мален», «Крутом маршруте» и других интересных спектаклях. Уже в 2009 году Александрова сыграла главную роль в драме «Бабушка Ада». Картина показала, как война между двумя народами сказалась на судьбе многонациональной семьи. Для создания драматических эффектов съемочная группа наняла команду альпинистов под руководством каскадера Александра Стеценко и возвела многочисленные сложные конструкции. Это сделало работу данной актрисы действительно опасной. Малейшая ошибка и неточность могла привести к тому, что тяжелые конструкции операторы упали бы прямо на Марину. С 2009 по 2011 год Марина снималась в русско-японском сериале «Облако над холмом», где сыграла русскую аристократку, влюбленную в японского офицера во время русско-японской войны. Сериал был показан в обеих странах. В данный же период актриса приняла участие в съемках еще двух международных картин русско-украинской мелодраме «Я тебя никому не отдам» и русско-немецком триллере под названием «Прячься». Еще одним не менее интересным проектом в копилке актрисы стал киноспектакль «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уалда, где Марина сыграла главную женскую роль. В 2011 году Марина приняла участие в съемках комедии «Срочно ищу мужа». Партнером актрисы по фильму стал Антон Макарский. Комедийная мелодрама стала практически аллюзией на пушкинскую метель. Незнакомые молодые люди поженились в молодости совершенно случайно, а встретившись через много лет, не узнав друг друга, влюбились, несмотря на требования родителей развестись. В данном году актриса снялась почти в десятки картин. В этом году были сняты «Все включено», «Правила маскарада», «Бесприданница», «Высоцкий спасибо, что живой», «Кедр», «Пронзает небо» и многие другие интересные проекты. В 2012 году Марина сыграла криминалиста в детективном сериале «Мосгаз» о борьбе с первым советским маньяком. В 2014 году Александрова сыграла императрицу Екатерину II в одноименной исторической картине «Екатерина». Картина посвящена становлению великой женщины, которая из насильно выданной замуж принцессы, которую увезли в чужую страну и заставили сменить веру, превратилась в могущественную правительницу огромной империи. Предыдущую правительницу Елизавету Петровну сыграла блистательная Юлия Ауг, Петра III актер Александр Яценко. Александр Балуев озвучил телесериал в качестве закадрового голоса. В 2015 году актриса воплотила на экране собирательный образ многих известных певиц 50-х годов в ретро-мелодраме «Рожденная звезой». Несмотря на то, что вокальные данные позволяли актрисе исполнить песни своей героини, Марина приняла решение и вовсе не петь. Она исполнила всего несколько песен своей героини. В 2016 году Марина присоединилась к съемочной группе восьмисерийного детективного фильма под названием «Шакал». Сериал рассказал о группе налетчиков на милицейских машинах, которых направляли на преступления оборотни в погонах. Преступная группа состояла из совершенно разных типажей, наряду с незаслуженно осужденным преступником, стящим общество. Среди налетчиков был развлекающийся юноша из золотой молодежи в исполнении Павла Чинарева и русские Бонни и Клайд, которых воплотили на экране Александр Бортич и Сергей Белов. Банду начали преследовать представители разных отделов и служб, правоохранительных органов, которых сыграли Марина Александрова, Андрей Смоляков и Сергей Жигунов. Критики отметили высокое качество картины, но назвали ее главный минус. Сериал слишком концентрируется на крови и убийствах, оставляя главных героев недостаточно раскрытыми и вовсе многослойными. И вот первые известные публики отношения Марины не отличались стабильностью, подобно жизни некоторых ее персонажей. На личном фронте актрисы кипели страсти. Первым официальным возлюбленным Александровой стал именно Александр Домогаров. Отношения звездной пары выросли из экранного романа, расписанного режиссерами и сценаристами, но выплеснувшегося со съемок в реальную жизнь. Актеров вовсе не смущала разница в возрасте почти в 20 лет. В их явном романе нашлось место и безумной страсти, и изменам, и долгим периодам покоя, перемещавшимся стабильно и вспыхивающимися размолвками. Через два года подобных крайностей пара окончательно прекратила близкие отношения. После расставания с Домогаровым актриса стала членом труппы Театра Современник, где познакомилась с Иваном Стебуновым. И летом 2008 года зарегистрировала с ним брак. В 2010-м, впрочем, актеры уже и вовсе развелись. По слухам, актриса очень тяжело перенесла данный разрыв. На данный момент Марина Александрова является женой режиссера Андрея Болтенко и матерью двоих детей. Она заявляет в интервью, что наконец-таки по-настоящему счастлива. Марина и Андрей давно пересекались по работе, но долгое время просто не замечали друг друга. Они познакомились совершенно случайно. Актриса поняла, что Болтенко невероятно романтичен. Как рассказывала прессе сама Марина, он устраивал свидания, от которых просто захватывало дух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова